Это Кроссия в финале Евровидения. По итогам первого полуфинала Сергей Лазарев вошел в десятку лидеров и теперь его ждет борьба за первое место. Сам певец уже заявил, что собирается к финалу еще улучшить и без того сложнейший номер. Впрочем, он уже и так привел зрителей в настоящий экстаз, а песня Лазарева «Ты единственная» порвалась в мировые чарты. Реакцию зала на его выступление в Стокгольме на месте увидел Павел Зарубин. Будто и не было бессонной ночи, Лазарев снова в прицеле объектива в камер сотен жителей и гостей Стокгольма поет на одной из площадей города и раздает автографы. После первого полуфинала о Лазареве все сильнее говорят, как о главном кандидате на победу во всем конкурсе. Во время выступления Сергея Лазарева российские болельщики устроили в пресс-центре настоящий ажиотаж. Посмотрите, сколько здесь камер. Все они снимают российских болельщиков и российского участника. Еще больше поклонников российского певца в зале, причем огромное число не россиян. Граждане Бельгии, Швеции, Польши приходили с российскими флагами и даже в куртках олимпийках с надписью «Россия». Мне нравится Россия, мне нравится песня. Почему бы и нет? На сцену делегация каждой страны отправлялась как в решающий бой. Многим придется уезжать домой уже сегодня, но по реакции даже конкурентов было понятно. Сергей Лазарев здесь надолго. Бэк-вокалисты Лазарева иностранцы для подбадривания выучили русское слово «вперед». Неимоверно сложный номер Лазарева зрителей поражает. В момент, когда певец начинает буквально парить в воздухе, зал взрывается. Страшно было? Честно, нет. В том плане, что я был так сконцентрирован и так внутренне готов, что я просто вышел и сделал. Первые несколько рядов, они скандировали «Сергей, Сергей». Это круто, это будет взрыв победы просто в финале, я уверена. Привезем? Честно? Не, я человек суеверный. Давайте верить в удачу, не будем... Но надо верить, надо верить, что привезем. Я верю, что привезем. Конкурсу Евровидения, старающемуся оставаться вне политики, делать это крайне непросто. На итоговой пресс-конференции украинский журналист озаботился жизнью сексуальных меньшинств в России. Если Лазарев победит и Евровидение поедет в Россию, то как быть сторонником нетрадиционных отношений? Лазарев подробно разъяснил, что вообще-то в России никто никого не притесняет, и Россия умеет блестяще проводить крупные мероприятия. А вот сам украинский репортер несколько растерялся в разговоре с нами, поскольку оказалось, что этот вопрос его попросили задать. Кто попросил вас задать этот вопрос в итоге? Вопрос попросили задать журналисты, которые сидят в пресс-центре, с которыми мы коммуницировали. Почему они сами не задали этот вопрос? Почему представитель Украины задал этот вопрос? Ну, собственно, даже не знаю, никто не... Наверное, смелости не хватило ребятам взять микрофон и задать этот вопрос. Смелое сообщение о провокации параллельно сделало национальное украинское жюри Евровидения. Якобы телефонные хулиганы звонили его главе и, представляясь Мустафой Джамилёвым, предлагали некие теневые сделки о поддержке певицы Джамалы. Он сам Марина, в частности Грузия и Молдова. И договорились о том, что они нас поддерживают. Привлечение внимания понятно. Близится второй полуфинал, в котором выступит украинская певица. Ну, а Сергей Лазарев уже начинает подготовку к финалу. Он выступит во второй части шоу. Она, по традиции Евровидения, считается более удачливой. Поддержку чувствовали, россиян? Конечно. Она невероятна, она окрыляет. Я всё это вижу, всё это чувствую. И это очень помогает, правда, души. Финал Евровидения в субботу, конечно, на телеканале «Россия». Павел Заружин, Александр Медведев и Александр Макаров. Вести. Швеция. Швеция.